Вот, я назвал в битву за Крым вступили немцы. Действительно, так и случилось в ФРГ. Арестовали собравшихся взорвать Крымский мост двух солдат Бундесвера. Представляете, что у них в башке? Вата германская. Решили повоевать с Россией по старой памяти в Крыму. Повоевать они, я так понимаю, разговаривали по телефону. Их слушали, конечно. Они обсуждали планы по минированию взрыва моста Крымского. И, значит, хотели проникнуть на базу военных водолазов. То есть, они хотели и использовать водолазное снаряжение, заминировать мост и его взорвать. Что у них с головой, я не знаю. Потому что, вы понимаете, чтобы взорвать из-под воды мост, да, вот этот бык, на котором мост стоит даже один взрывчатки, может быть, даже если ты очень умный чувак, да, и умеешь ее хорошо, так сказать, использовать, да, то, ну, килограмм пятьсот, это минимум надо, блядь, взрывчатки. Представляете, взорвать вот такую опору. Это как же два водолаза могут припереть пятьсот килограмм взрывчатки в том месте, где со всех сторон России. Вот удивительно. То есть, абсолютно отмороженные люди. Они на каком-то катере приедут, что ли, из Турции. Я не понимаю, как они планировали. Что-то странное. Я помню князь Валерий Баргези, который десятая платили МААС, да, возглавлял десятую, ну, то есть, вот как раз боевых пловцов во время Второй мировой войны. И то, все вот эти вот торпеды, которые управляемые людьми, они, так сказать, были безвозвратные. Билет в один конец. То есть, приплывали, торпеду притаскивали, но торпеда была здоровенная, а эти же, я не думаю, что изготовили торпеду. Она использовалась для поражения корабля или, значит, ну, в основном суда и корабли. И после того, как все взрывалось, бойцы этой десятой платилии сдавались в плен. Ну, потому что они понимали, что вернуться невозможно, погибнешь, поэтому бессмысленно и сдавались в плен союзникам. А вот как эти собирались поступить, то есть, мне кажется, они просто психически нездоровые, а, ну, сейчас на этом будет пиар определенная команда делать, путинская. Вы понимаете, кто это в Германии все вытворяет? Ну, таких поехавших же огромное количество. Со всех сторон, из той и с другой. Можно боевого дельфина с прикрепленной бомбой купить. Может, кого угодно, хоть боевого кашелота, его где-то надо взять, или боевого кальмара. Саляму алейкум, дядя Слава. Такой вопрос про дельфинскую неубитую медведь. Китайцы, Урца и другие делят Россию. Но Россия же еще не умерла или все-таки умерла и находится на ИВЛ. Почему они так уверены, что заберут, проглотят Россию, а не думают, что русский народ отдаст все без боя в Граву? Ну, понимаешь, ситуация какая? Пока русский народ не в состоянии что-то отдавать или не отдавать. Русский народ загнан на крышу, как в соответствующей стратегеме. 28-й, да, китайской стратегеме. И там с этой крыши сейчас прыгает. Русский народ воюет с украинским народом, с Украиной. То есть, совершает безумство и не с этим числа, этим безумством. И продолжается все это. И путинская шобла чувствует себя очень вольготно, уютно, потому что помогают со всех сторон на Западе. Поэтому, конечно же, Китай, Турция и все остальные понимают, что идет игра по-крупному. И они получат здоровенные куски, выгрозут из России. И они не тупые, прекрасно все это понимают и будут к этому двигаться, будут вести. Поэтому нет никаких сомнений, что нам будет очень трудно. Продолжение следует...